При работе с откликами без использования системы автоматизации рекрутеры и, в принципе, компания не часто сталкиваются со следующими сложностями. А именно, необходимость фиксации текущих статусов откликов и договоренностей с кандидатами в каких-то промежуточных файлах, необходимость поддержки большого числа каналов в коммуникации с кандидатами, кто-то из кандидатов предпочитает по телефону общаться, кто-то из кандидатов принципиально использует исключительно e-mail, либо мессенджеры какие-либо, без использования системы автоматизации. Количество каналов и рекрутеров увеличивается, увеличивается. И вспомнить достаточно трудоемко бывает рекрутер, какой канал является предпочитательным для кандидата. А также поддерживать эти каналы и своевременно реагировать на обращение кандидатов становится сложно. Довольно рутинным и одновременно с этим длительным представляется процесс согласования, собеседования кандидата при участии нескольких сотрудников компании, потому что необходимо уточнить со всеми сотрудниками их текущую загрузку, календарь, уточнить возможности по удобному времени собеседования кандидата, и потом выслать, наконец, удобное для всех время. Этот процесс, безусловно, занимает большое количество времени при работе рекрутера. И, безусловно, часто возникающая проблема по необходимости организации проведения личной встречи или, по меньшей мере, телефонного скрининга для оценки представительских и коммуникационных навыков каждого кандидата. Даже в том случае, когда представительские и коммуникационные навыки кандидата являются отсекающим критерием на ту или иную вакансию. Данные сложности решаются следующим образом в системе Ember HRMS. Все поступающие отклики располагаются на разных этапах воронки подбора. Только что поступившие отклики, которые требуют с прохожением первичного скрининга, находятся на этапе первичного скрининга. Тех кандидатов, которых рекрутил и рекомендовал к собеседованию с руководителем, переходят на этап собеседования с руководителем и отображаются в интерфейсе заказчика, где заказчик может либо согласовать кандидат и попросить рекрутера назначить собеседование, либо отказать по той или иной причине и обязательно указать причину. На этапе собеседования с руководителем, когда кандидат ожидает назначения собеседования, имеется возможность автоматически назначать и отправлять приглашение на собеседование, и синхронизируясь при этом с календарями Google или Microsoft Exchange. При этом открывается интерфейс назначения встречи, устанавливаем признак о необходимости получения информации о доступности участников встречи из календаря. Указано, к примеру, то, что встреча должна проводиться посредством Skype for Business, для того, чтобы система автоматически сгенерировала ссылку. Дальше на вкладке «Планированные встречи» отображаются доступные слоты по времени. В рекрутере достаточно выбрать один из слотов и нажать кнопку «Запланировать». Далее указаны встречи при календаре как кандидата, так и всех участников со стороны компании. Для облегчения возможности взаимодействия с кандидатами, рекрутером через разные коммуникационные каналы в рамках системы EmberHRMS поддерживают следующий вид интеграции. Email, WhatsApp, Viber, телефонные звонки, отправка SMS. Рассмотрим, как осуществляется коммуникация с кандидатом на примере WhatsApp. Открываем карточку кандидата, нажимаем на символ WhatsApp и открывается чат взаимодействия с кандидатом. Подобный инструмент используется и при коммуникации посредством мессенджера. Viber, Telegram, телефон и так далее. Говоря о необходимости организации проведения личной встречи для оценки представительских коммуникационных навыков. Каждый из кандидатов по каждому из откликов, мы имеем в виду о том, что часто для принятия решения рекрутеру по тому или иному отклику, рекрутеру недостаточно ознакомиться с резюме кандидата. Ему необходимо с ним связаться, задать какие-то базовые вопросы, посмотреть на реакцию кандидата, посмотреть, как он может себя вести, как он выглядит и так далее. Классический процесс телефонного скрининга и организации личного собеседования даже с использованием систем видеоконференц-связи, такие как Skype for Business, Zoom, Google Meeting и так далее, оно требует достаточно большого времени на согласование, подобные встречи, а также на само ее проведение. Поэтому в рамках системы Ember HRMS предусмотрим функционал проведения видеоинтервью, о котором поговорим отдельно.